Только что поела нью-йоги осьминогом, чтобы я нью-йоги оставила. Первый раз в моей жизни за 45 лет. Я фанатка нью-йоги просто, фанатка. Что я могу сказать, друзья мои? Если кто-то меня спросит назвать какие-то слабые стороны этой страны чудесной, не задумываясь просто, первый пункт там у меня идет еда. То есть неименитые рестораны, так вот побережные, первовстречные, туристическая зона Рио-де-Жанейро, про них вообще надо забыть. Это даже не уровень такой проходной домохозяйки в России или в Грузии или в Украине или в других наших странах. Удивленно посмотрела на меня официант, почему я ставила. Это даже не домашний уровень, это просто на мой взгляд и на мой, ну как бы в моей парадигме гастрономической, это просто даже не еда. То есть атастрофа, кошмар. Вот. И все, что касается как бы рекомендации Мишлен, я и со звездами поела, и без звезд поела, и первый эшелон, и последний эшелон, и там, где лесбогемы, и там, где едят простонародье, народе, и где настоящие кариока едят, и где едят туристы, все посмотрела, и низкое, и высокое, и среднее, всякое. Когда ешь в рекомендациях Мишлен, это все так, знаете, как бы, когда ешь классические позиции, типа, типа, тартар, карпаччо, какой-то ризотто, все что угодно, ты все время доедаешь, и так как-то, ну, допустим, как бы, окей, никогда у тебя нету ощущения завершенности, никогда у тебя нету ощущения какого-то космического удовольствия. Про оргазм гастрономический вообще надо забыть здесь. Его просто нет, его быть не может. Слабейшая гастрономическая школа и удивительные повара-мастера взять потрясающий продукт и обосрать. Просто взять и обосрать, залить чем-то, куда-то как-то, вот сейчас вот ела ньокки, думаю, что здесь забыли каперси, вот мне просто интересно, что, откуда эта аранжировка ему пришла в голову. Вот что-то там добавляют такое, думаешь, зачем, какой-нибудь там, не знаю, там, вчера приносят патро формаджи, там, 4 сыра, пиццу, а там просто такими большими кусками лежат сыры, нерастающиеся. Ну, то есть, как бы, ты сейчас сделал аранжировку на той взгляд, а на самом деле это просто мрак. Вот. А все почему? Этому всему есть объяснение очень легкое. Я была несколько дней тому назад, мы поехали в горы в Бразильске пообщаться с фермерами, кофейниками, кофейной плантацией, и там местные локальные жители приготовили нам фермерский обед. Не скрою, это была самая лучшая еда, которую я здесь поела. И такие девчонки большие, похожие, как в наше время говорили, индийцы, но здесь уже не говорят этот термин. Они говорят просто местные жители, локальные жители. И смотрите, на одной тарелке расположены картошка, фасоль и рис. Это то, чем хозяева раба кормили. Дешевым, такая углеводная атака, чтобы у него была энергия, чтобы он двигался, а все остальное не особо важно. То есть я понимаю, что фасоль, например, грузины и индусы довели до какого-то космического уровня. Просто весь потенциал этого продукта, они не то что выжили, они просто, мне кажется, что весь потенциал использовались полно. И рис с фасолью или с бобами, там, дал, это достаточно классическое, на самом деле, сочетание. Но это невкусно у них, это все невкусно, все плохо сделано. Слабейшая школа просто, понимаете. И есть еще у них овощ, которая называется айпинь, которая напоминает картофель. Но на самом деле это один из разновидностей маньяки, которые они жарят. Из маниоку делают крахмал, то есть их муку, которым они делают тапеоку. Это как бы такой блинчик. Вот. И... Ну, этот жареный айпинь, он прям неплохо. Но я просто не люблю даже жареную картошку. Самую просто изысканно пожаренную жареную картошку. Я не люблю, ну, как бы, я не получаю от него такой приход, как мой отец, например. А уреди, пожарь картошку, чтобы мама не сделала, папа обязательно должен пожар картошку сделать. У меня нет такой необходимости. Но, ну, опять же, как бы ты ешь эту жареную айпинь, все равно, если бы не было бы их восхитительного сыра, который называется Минос, мне было бы, конечно, очень плохо. Минос – это что-то наподобие грузинского и меридинского мягкого молочного сыра. Вот этот Минос я ела со сладким кофе, и это было очень классно. Все остальное было огромным вопросом, друзья мои. Поэтому все, кто едет в Бразилию, должны быть абсолютно подготовлены к тому, что ничего маломальски, напоминающее хорошую еду, нигде не найдут. Не переверяют ли вы нормально? Вот. И причем нет ни одной позиции, там, я не знаю, молочка, хлебобулочное изделие, холодное, горячее, морская еда, такая еда, вегетарианская. Ни в одной позиции нету достойных таких вот представителей на крепкую четверку. Все промах. Поэтому, друзья мои, хуже, хуже, чем я ем в Бразилии, ела только на Кубе. Куба – это вау, это, это, это. Они худшие. То есть они берут лобстер, шикарный, показывают тебе. И повар через три минуты приносит обосранный лобстер, залитый каким-то креольским соусом. Ну, просто мрак. Так что, друзья мои, пейте кайпериню в Бразилии, танцуйте, поете, встречайтесь с красивыми людьми, наслаждайтесь и не думайте про еду. Это самая обычная углеводная атака, которую выдержать организм может только год один раз, и то при очень большой любви к этой музыке, к этой культуре, к этому футболу, к этому кофе и так далее. Люди, которые эти ингредиенты в Бразилии не любят, даже не начинайте. Просто вау. У них есть еще такие пирожки с чебуречным тестом, мелкие такие, которые называются паштел. Наполнители разные, с сыром, с картофелем, с мясом и так далее. По мне, так аргентинский импанадос, конечно, лидирует. Нет, Аргентина вообще по еде лидирует по всем позициям, хотя говорят, что в Бразилии очень хорошее мясо, но, как известно, я мясо не ем. Поэтому эскетарианцам, вегетарианцам, веганам в Бразилии будет очень сложно. Вы схуднете просто или наоборот прибавите, потому что вы получите какую-то истерическую углеводную атаку. В общем, друзья мои, Рио не про еду. Хорошего вам дня. Надеюсь, мой рассказ был насыщенным, интересным и познавательным. И вам пригодится, когда вы обязательно сюда приедете. Целую вас. Сижу в Копакабана Палас и даю диву, откуда все-таки эти каперсы оказались в этом блюзе. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова